Всем привет, друзья. 8 января. Такая погодка сегодня. Тепло. Минус 8, что ли, показывает. Мусор Алеша сегодня выставил. Сейчас расскажу, кто где уже был. Ой, а мы поехали сейчас. Давай у Бориса доедем. Газетки надо забрать, зайти туда. Колбаску бабушка заказала купить. Мы так-то Наталье заказываем. Она привозит с фабрики качество колбаски. На дом к себе она заказывает. Сейчас магазин закрыла. Но на дом заказываем мы все равно, а потом ездим к ней домой забираем. А заказ сколько на 15? Давай сейчас на Валбре. Сюда сначала. Ну давай, заколбаска. А так-то Алеша уже давно встали с дедом. Съездили уже в город. Сейчас вот у нас 11 часов еще. Они уже приехали. В 9 часов выехали. Ездили, в общем, за баллоном. Заправляли баллон. Я вчера даже не рассказала, что они его увезли, этот баллон. Думали, сразу им заправят. А там техника что-то неразогретая была, которая заправляет. И, в общем, сказали, приезжайте завтра. Представляете, в два раза в город Маталье. Так что вот так я схожу за колбасой, потом продолжу. Сходила я в магазин. Купила колбаску. Эту русскую взяла полпалочки. Таврия нам нравится. Что-то в последнее время ее берем. Потом что еще я взяла? Молока. Два пакета взяла. Вчера четыре покупала, уже два. Какой? Три уже выпили. Да, один остался. Вот. Потом хлеба взяла булочку. Багеты взяла один. Хотя сегодня опять булочки затеяла. Уже тесто поставила. Пока уехала, оно будет подниматься в этой машине. Вот. Что еще взяла? А, потом пошла лук зеленый взяла. Два пучка. И салата. Кстати, у них салат продается. Представляешь, довольно-таки дешево. На 80 рублей я купила три здоровых кустика салата в мешочке. Прям на вес у них, понимаешь, как. Ну, буду промывать, посмотрю. Ну, я думаю, хорошие, упругие листики такие. Все. Это вот у наших узбеков, кто продает специи. Вот у них. Вот. Потом пошла дальше. Семечки, смотрю, лежат. Думаю, надо мне сделать какие-то халву. Спросила. 200 рублей килограмм. Чищеная уже. Зяла. А что я не взять-то? Зяла полкило. И тыквенных взяла туда. Примешать. Полезно. Тыквенные. Семечки тоже. Чищенные. Все. Ну, тыквенные по 550 килограмм. Ну, я, в общем, говорю, мне на 100 рублей навешать. Она мне навешала. Чтобы лишнее не брать. В общем, и жарю. Сделаю себе какие-то халву. Будет у меня вкусыняшка. Вот. А сейчас на Вайлбер съедем. Мы, кстати, сегодня завтракали. Салаты доедали. У нас же салаты остались. Ну, я-то не ела. Я имею в виду, чем людей кормила. Ребятишкам пельмени сварила. Окрошка была. Кто-то окрошку поел. В общем, вот так вот. Сегодня доедали со вчерашнего дня у нас. Товарищи все. Сытые. Матвей сейчас пошел с дедом стрелять. А Фадди пока, не знаю. Просыпается. К школе готовится. Стих опять сегодня повторял. Да чем вообще вот так. Вот. Едем, едем. Сейчас на Вайлбер заеду, посмотрю, что там пришло. Погуляй, погуляй. Пошли. Сегодня тепло. Тепло сегодня. Дев, пойдем сюда на полянку. Ой, хорошо. Что-то до полянки-то не дочистил. Надо ему схожать, чтобы эту дырушку тоже сделать. Да что за холданка. Что, снег там на ней? Пойдей. Ты не качай, стукнет она тебе по коленке. По коленке. Ой, Фима тут что делает. Ой, ой, ой. Пошли угробом-то, ага. Ай, Микела, как бульдозер. А это что, Фимочка, у тебя? Тортики или снеговики? О, ты снеговиков целую кучу сделал. Это их мама? Да. Мама, а это ребята? Ничего себе, она многодетная мать. Ты знаешь, я пока что не умею. Чего он так бывает, что детали сказать. Ага. А вот здесь, если бы я не получила. Это сколько у нее детей-то, у твоей мамаши-снеговика? Иди, вот бегай. Да у одного мужа целых, целых пять жены. Шесть уже, уже шесть. Да. Пять жены у одного мужа. А, это муж, что ли? Это его жены? А-а-а. Что-то маленькие. Хе-хе-хе. Муж был на работу. Так. Ну и все пять мампой ехали покупать новую одежду до них, а она одна осталась. Понятно. А, то есть это у него пять жен, они все по одному ребенку ему родили, что ли? Она осталась с детьми, все понятно. Видите, у Фимы свои сюжеты. Прям Санта-Барбара. Какая-то. Или скорее про гарем. Вот их собачка. Это у кого морда-то? У кого морда-то такая? Снежная морда. Ой, Витка. Ой, привет, мой цыпленок. Я в школу не хочу. Ты что такое? Не сломай ребенка. Да, батут-то надо почистить, лопатку принести. А, ну да, когда снег снова нападает, да? Да, у меня на две полуца есть такие квадратные блоки. Не сломай ребенка. Ты перенес бы это. Что, вкусно, Див? Ты заяц. Ты заяц. Заяц? Я и заяц. Не замерзла? Не замерзла? Не замерзла? Снег ешь. Вкусный снег? Да. Даже попа со снегом. Это снежок ест снежок. Наш снежок ест снежок. Даже попа в снегу. Ты зачем сломала снеговика? Никела убила одного страшного брата. Не убила хоть, уронила просто. Он полежит пока. Эй, ты сломал одного. Да, вообще, на дороге поставили. Не ломай, Фадей, не надо. А то он расстроится, не надо. Ты меня целую минуту строила. А тут сломали, да? Сегодня снег плохой, Фима, поэтому не лепится. Еле-еле-еле-еле-еле. Да не это, дай ей погулять. Она на руках служит. Надо ела. Смотри, какие красивые ногти у вас. Ногти у меня под куртку. Голубые. На сегодня. Ой-ой-ой. Ну, все вот так вот. Гуляем и сделай, да? Ну, что, пойдем? Пойдем, 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 моя хорошая, пойдем. Пойдем, а то лапки тоже замерзли. Ну, тебя гулять еще будешь? Погуляешь еще, нет? Да. Возьму лопату. Надо почистить, надо почистить батут. Ты возьми лопату. Давай я, зеленая, то где лопата? Пойдем и падаем, идем и падаем, да, Дим? Какое небо. Какое небо голубое. Еще и с облачками так. Алеша сегодня говорит, я, говорит, целый час чистил за оградой. Я говорю, что, снег что ли был? Он говорит, да. Он говорит, даже удивилась, я не знаю, что. Сегодня снег был ночью. Тут у нас такая тропинка, уже скоро совсем лабиринт будет. Хулиганка такая. Такая красота сегодня. Сегодня красота прямо. Да. Такие вот оттенки неба только зимой, наверное, бывают. Это какой-то прям, не знаю, прям очень, очень, очень вот этот вот свет. Я не знаю, камера его, конечно, не передаст. Да, на теплицах растет слой, скоро будем. Деда просить сделать скобу, чтобы снимать. Даже капельки еще не сбрасывает, еще потому что небольшой слой. А когда вот большой становится, она его скидывает. Ну, еще так, сантиметров 20, может есть, нет, или не знаю. Нет, даже нет, где-то сантиметров 15. Да. Сейчас уже день пойдет на прибавление. Будет все длиннее, длиннее, и уже глядишь и весна. Не успеем глазом моргнуть январь. Всегда так. Сначала праздники, потом... Вон она куда убежала. Потом, пока, так сказать, отойдешь от праздников... Ах, он такой пес, такой пес, хороший мальчишка. Носик такой хорошень. Айти, айти, айти. Любовь морковь, да? Делка ходит эту кучу вчера. Ну, вот это сегодня собрал он, видимо. Ну, что же с сеном. Вчера сено закатили. Ладно, ладно, мой хороший. Ладно. Кругом дамы, кругом дамы. Ладно, поведу я дам домой. У меня там тесто уже надо доставать, наверное. Буду сейчас им поставлю выпекать булки. Фимка, что он железную-то лопату взял? Сейчас я ему обвожу пластику. Фима, а что ты железную-то лопату взял? Фим. А? Давай, пойдем я тебе легкую дам. Ну, что ты с этой тяжелой, ничего не сделаешь. Надо с батута снег слихнуть. Я на тесто не далеко от полный. Зеленая-то где маленькая твоя? Не нашел, что ли? Ну, сейчас я им найду лопату. Вот этот баллон сегодня заправляли. Что вы делаете? Ставим переходник, чтобы заправить пистолет. Баллон 7-литровый. Заправляется на 250 атмосфер. Не опасно это сейчас? Нет, он же не отрывый опасник. Но надо работать аккуратно, что ли. Не пшикнуло. Не пшикнуло, ничего. Не перетягивай. Что, постреляли сегодня? Нормально? Да, брыня. 337 отстрелялся. А тут, чтобы плавно открывать, я вот такой ключ сделал. Тихонько. Так, тут, чтобы резко закрыть. Большое давление это. Ну? Закроем. Ты аккуратнее. Да, запроверь, закрутай. Ну, давление большое. Что это? Нормально. Нормально. Аккуратно. Нет, я боюсь, когда он новый. Тихонько давай. Что-то он двигается. Держи, чтобы он не крутился. Это он, что ли, там затянул тогда? Ну. Открутить даже не могу. Пошло все. Пошло? Вот этот баллончик на него на пистолеты надевается. Он накачивается на 200 атмосфер. Вот этот баллончик? Хватает на две тренировки. Утеря, утеря. Нет, пока клапан не сработает, он 200 атмосфер. Угу. Все понятно. Давай посильнее закручи все. Да нормально. Вот. Вот его они зарядили. За 500 рублей, да, нынче? Заряжают. 500? Ой, ой, ой. В общем, вот так. Пошла домой. Ой. Мне не поняли, что за ящик. Не сказала. И что? Баллон-ящик. Баллон-ящик. Не поняли, что за ящик. Это же дед сам сделал. А, сейчас я вам покажу за одним. На рынке там у нас какой салат продают, чтобы наши местные хоть знали, что там подешевле, чем даже в верном горшочках брать. Если зелень, то есть. Во-первых, лучок очень хорошенький. По 30 рублей пучок. Тут у меня два пучка. Вот. А это у нас салат. А крошка будет? Нет. Какая окрошка? У тебя окрошка, вон, сейчас я дня не съедена. Говорю, квас-то сейчас днём с огнём не тыщишь. Я этот квас вот купила, так сделали окрошку. Вот. Прям много-много-много салата. Я считаю, достаточно хорошо купила. Я такой, знаете, маслянистый салат. Тугой. Вот. А это сальце. Нарезала свеженькое. Так что готовлюсь к обеду. Скоро у меня будет первый приём пищи в 2 часа. Но ещё пока час. Только у меня с Вайлберс на Вайлберс наснимала. Будете там смотреть уже в ролике. Вот. А тут хлебушку купила. Хлебушка. Сейчас лавашик купила им. Это Фиме красоту такую купила. Сырокопчёную. Так. Это для моих этих. Как она? Халва. Кето-халва моя будет. Кстати, рецепт кому надо. Смотрите, на канале уже есть. Семечки для кето-халвы. Вот такая русская колбаска. Пол-палки взяли. Потом Наталья нам ещё колбаску привезёт. И вот такое молоко сейчас берём. Талецкое. 3,5-4%. Чуть пожирнее, чем рыбицкое. Но оно опять же по 75 рублей. Так неохота брать. Слушайте, когда привык, что молоко своё. Так. Нет. Я муки досыпала. Оно так не хочется. Видите, что оно у меня убежало. Я досыпала муки, потому что жидковато. Так. А вон он, наш работничек. Вот он. Старается. Снег убирает. Неудобно. Лопату зелёную идёт куда-то. Говорит, туда на дом утащил. Так что. Так что вот так. Ну и что? Погуляли, хорошо? Хорошо погуляли, моя малышка. Моя малышка. Ой. Какая чашечка, да? Ладно. В общем, буду сейчас здесь прибираться. Буду разденусь. Вот булочки у меня сегодня такие для ребят с черносливом. Чернослив вымыла, обсушила на салфетке, нарезала на мелкие кубики и вмешала в тесто. Сейчас тут поднимется и будем выпекать. Да, Химулик? Да. Да. Что я тебе варила-то вкусное? Что ты пил? Какао. Какао. Мы сегодня натуральный сварили. У нас на Майо-Гореске шло какао. Варили натуральный какао. А это кето-диетное? Нет, конечно. Это вам только. А вот то, что кето-диетное. Кто просил, вот она супчик у меня такой. Капуста, немножко морковки, полморковки на всю кастрюлю, помидорки мои сушеные запущены, лук, зеленый укропчик и зеленый лук еще. И все. И бульон, главное, бульон с наших индюшек. Вот. А это у меня холодец. Холодец тоже вполне себе позволительное, худеющие блюда. По крайней мере, на низкоуглеводном питании. И, конечно, горы салата. Но это не мне одной тут. Алеша сейчас придет еще поесть. Бабушка уже поела. Немножко помидоров, буквально две штучки. И один огурчик здесь еще есть. И много-много травы в этой латука. Или как он называется? Салат. Почему ты сделала салат из салата? То есть из листов салата. Да, это листовой салат, да? Тебе положить салатик такой? Да. Давай, положу сейчас. Все вот так. Садимся обедать мы, наконец, уже два часа. Ну что, мы опять в пути. Папка решился все-таки нас вывезти. Хоть говорил, нет, я сегодня занят. Не буду я вас возить. Мы выпросили, да, Фим? Куда едем-то, рассказывай. На концовке. Нет. На лыжах. На лыжах. Вон у него ботиночки лыжные уже одеты, желтенькие. И везем бабе Люси под нос. И там гостиницы сегодня годины же у меня, у брата, пять лет уже, как его нет с нами. В общем, умер он 8 января. И сегодня мы его поминаем булочками, которые я пекла. Вот я булочки им тоже повезу, бабе Люси и конфетки там. Вот такие дела. Так что, сейчас мы сначала в Азон. Потому что, Матвей, что там у него пришло? Я его даже забыла уже. Лента? Нет. Нет? Ну что-то, что-то хоккейное пришло. Я не помню, что. Ну ладно, сейчас, в общем, в Азоне заберу я посылочку для него. И поедем мы дальше. А что там пришло? Я правда не помню. Сейчас что-нибудь дадут, я не помню. Ой, ну ладно. И поедем мы тогда на лыжах. Еще успеем засверло покататься даже. Фима, не захотел что-то на каток. Мы ему предлагали. Давай, говорю, тебе на каток. Ребята ушли, и Матвей, и Фадей. Но он говорит... На лыжах ты умеешь? А на лыжах он очень, очень хорошо катается, да? Да, много раз падаю. Да сколько много? Ну три раза это немного, Фим. Фима, так ты сказал, что мы поедем на лыжах в следующем месяце. Да, ничего. Он решил тренироваться, да, Фим? Да, что вот так. Ну какая у нас техника ходит. Снега, конечно, падает, падает снежок. И сейчас даже снежок идет, ну не крупный такой, мелкий, но все равно идет так что. Прибирают машины, и каток, чувствую, ребятишки чистили сегодня. И дороги чистят, в общем, вот так. Так что едем. Уже так смеркается, но ничего. Я думаю, мы успеем. Смотрите, какой спрос тут вообще народного. Так. Телефончик надо забрать. А Фима будет одевать папа. Ой, дети ревут упали. Устал кто-то. А где они у тебя? Из какого мешка? А, из борд... А я уже дверь закрыла. Алеш, я дверь закрыла. Мне не пролезть, дверь закрытая. Сейчас ты его откроешь у себя. А как я открою? Это мне ключ надо. А как я не могу достать-то дотуда? А я так... Да. Одевать надо его. Давай, иди. Что ты сразу не сказал? Да ладно смотреть-то. Давай, одевайся. Любопытная Варваря. Давай, бойся. Он устал просто, мальчик. Вот и плачет, да? Подожди, я посмотрю. Правильно папа поставил? Ну, вроде правильно. Давай. Тихонько заводи. Заводи тихонько ножку. Ага. Мама, телефон-то в карман положила. Неудобно мне. Так, давай вторую ножку. Держи за меня, за плечо, только не за голову. Давай, давай. Ну? Что-то я не могу эту ногу опять тебе застегнуть. Подожди. Надо уложить. Ой. Финка, я палец свихнула из тебя. Ну, давай толкай. Алеша, затолкай ему ногу. Я не могу. Он что-то ее туда филит. Туда филит. Ты сейчас не до конца воткнешь и будешь падать потом. Это до конца. Пальцем-то не закрыть опять. Я тут дурашки закрыть. Все, стоишь, не падать. Подожди, я палку тебе дам сейчас. На. Капюшон-то оде, что-то снег идет, намочит голову. Сейчас, подожди, ему капюшон одену. Давай. Что это такое у тебя варежки? Одни ему подальше, подальше. Он все машинок все рожит. Давай, подальше, давай варежки. Ну, пошел? Давай, аккуратненько. Погнали. Это он за машину сейчас держался, девался. Ну, давай. Стопай, видишь, что дедорога. У тебя такого камня, чтобы ты не знаю. Ну. А вон дяденька, видишь, на снегоходе. Дяденька, говорю, на снегоходе делает лыжню. Давай, давай, давай. Вот он поехал, да? Ты тоже нашедай. А ты его отпустили, но он сам и ведет. Так я, достой, чтобы он с дороги. Что он это? Давай, иди давай. Ну, ладно, надо было вот сюда его. Видишь, что он будет назад. Иди налево. Иди сразу на лыжню. Четки, мам. Много на дороге сейчас здесь, да? Ну, да. Мне кажется, что они вообще каждый день качали. Да. Смотри, смотри. Он уже вознял. Что и тебя сделали. Да. Это ты, мам. Давай, вставай на лыжню сразу. А там за универ. Не помешаем? Сейчас, пойдем. Универ. А, откидай. А, вот там тропинку какую-то делаешь, что ли? Ну, камень. Сидит. А вот сегодня, Сима, у нас один шурует. Сейчас с горки приседай маленько. Ай-ай-ай. Иди поднимай, сейчас будешь. Наклоняйся вперед. Вперед наклонились и съехали. О, молодец. Ладно, давай, езжай, езжай. Что-то папка сегодня обленился. Пешком идет. Решил просто прогулять. Я теперь решил сегодня сделать компанию. Все понятно. Ну, спасибочки. Они отмечены, чтобы их убрать, срубить. Серьезно, что ли? Да. А я думал, чтобы люди не потерялись. В смысле, а что их рубить? Они вполне удачно растут. Хотят расширять тропу, что ли? Мы идем, идем, давай. Самостоятельный мальчик, давай. У меня с камеры то лежит, я снимаю. Ну, смотри, что. Сейчас буду чистить. Сегодня Фима один у нас, один идет. Дяденька уже обратный. Эй, какой гонщик. Какой гонщик, супер гонщик. А, ну, катывая, да, тропинка там будет и все, одна. Один тротуар по той стороне, видимо, что был, да? Так что мы можем теперь по той стороне идти-то. Молодец, хорошо идешь сегодня. Качественно. Папа не подгоняет заду, так лучше. Тут такая кормушка для птиц, смотрите. Кто-то подвешил. Что там, что-то есть еще, да? Ага, хлеб лежит. Ай. Вот Фима. Всех обогнал, да, девочку тоже обогнал. Вон, сколько народу едет, кошмар, сколько сегодня народу. Люди входят в нормальное состояние после праздников, активизируются. Фима молодец, уже пошел пол дистанции, еще ни разу не упал. Тьфу, тьфу. Да. А сегодня, видишь, этот, свежая лыжня. И лыжня свежая. И, видимо, температуры другие для Фиминых лыж. Само-то он сегодня там прям накатывает, накатывает, идет. Он как славно ногами работает. Молодец. Ай, снег идет. А снег, и не он. А снег, и не он. Ты его в ТикТоке-то выставил, как он новый звук. Сколько раз упал? Один раз всего. Да, и то на попку сел и встал сразу. Снимай. Это как в другой раз. Я скажу ура! Все, пришли мы на стоянку. Дома мы ужинаем сейчас. В принципе, я на ужин тоже самое ем. Холодец супом. А это такая вкуснятина, что я буду второй раз ест. Воду наливаю сейчас в чайник. И мы смотрим, идем физику читать. А то у нас уже, так сказать, все планы горят. Нам надо срочно проходить физику до конца. Ладно. И что еще? И все, сегодня стрим, друзья. Еще сегодня стрим, поэтому всех жду в 8 по Москве. В 10 по-нашему. Приходите. Буду готова к этому времени. Думаю так. Вот. Ребятишки уже с катка пришли. Сидят, отдыхают. Супчик ждут. Тоже Матвей ждет. Сейчас я его буду кормить. Вот, Алеша поел, убежал уже, говорит, камеру давай. Так что все. Давайте до завтра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok